Итак, друзья, продолжим эфир. В эфире теперь уже бизнес-класс. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев, и сегодня у нас замечательная тема. Мы будем обсуждать с вами виртуальную и дополненную реальность. И более того, мы наверняка узнаем не только, что это такое, а как и делаются деньги на этой реальности. Мне это лично очень и очень интересно. С удовольствием представляю своего гостя сегодня в студии бизнес-класса Сергей Матвеев, директор компании E-Liga Vision. Добрый день, Сергей. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Как всегда, у вас есть возможность дозвониться до студии по телефону 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Либо вы можете написать нам на сайте finam.fm вопрос, либо собственное мнение по этому поводу. Ну что ж, вопрос первый. Вопрос, наверное, набивший оскомину уже, Сергей. Но тем не менее вопрос актуальный. Что такое? Ну ладно, бог с ней с виртуальной. Хотя я, честно говоря, до сих пор не могу представить себе, что такое виртуальная реальность. Потрогать руками нельзя, поэтому я теряюсь. А вот что такое дополненная реальность? Мне кажется, это из рода фантастики. Ну, на самом деле, хотел бы узнать у вас, что такое виртуальная реальность в вашем понимании. Ну, я еще раз повторю, я вот сам не могу для себя это сформулировать. Вот все, что нельзя потрогать руками, я, так сказать, за реальность не считаю. Именно поэтому мне непонятно, что такое виртуальная. Ну, тогда можно вернуться к фильмам типа «Газонокосильщик». Вот, я, кстати, о нем сейчас вспомнил совершенно верно. Да, но на самом деле можно какую-то классификацию провести, и в среде профессионалов виртуальная реальность называется виртуальными окружениями. То есть вы создаете некий виртуальный мир, помещаете сюда человека, и он находится в этом самом виртуальном мире. Вот единственным инородным телом в этом мире является человек. Но если этот мир накладывается на что-то существующее, например, в комнате, часть интерьера становится виртуальной, то получается дополненная реальность. То есть вот отличие. Появляется больше реальных объектов, в том числе и неживых. Но при этом виртуальная реальность, она все-таки, что называется, пощупать ее нельзя, да? На самом деле можно. Помните перчатки, которые были придуманы, чтобы играть на гитаре изначально? Там стоят датчики, вы можете взять объект, почувствовать его упругость и, соответственно, ну, то есть фактически манипулировать с виртуальным объектом, как с реальным. Изначально-то они были придуманы для того, чтобы просто играть на воображаемой гитаре. А обратная связь таким образом осуществляется. То есть изначально это визуализировалось, да? Вот виртуальная реальность, это просто посредством наших глаз она воспринимается. Да, естественно. А дальше больше, да, уже и другие чувства подключаются. Ну, если у нас 80-90% ведет через зрение, 5D, 4D, это уже какие-то движения. На самом деле, D меня очень не нравится, размерность это не профессионально. А как профессионально? Ну, профессионально, видимо, ну, у нас же реальный мир, он состоит из 6 степеней свободы, то есть координаты и углы, все. Значит, все остальное, 6D, это то, что нас окружает. А все остальное, это какие-то привнесенные. Та же, как говорит мышка, у нее там 5 степеней свободы. У мышки 2 степени свободы. Она двигается по столу. Вверх и вправо-влево. Вверх и вправо-влево, да. А все остальные кнопочки, это не степени свободы, это просто кнопки для управления. Функции какие-то. Если необходимо с этим миром взаимодействовать, нам нужно специальные устройства, похожие на устройства, которые в реальном мире, которые обладают теми 6 степенями свободы. И основная эта задача в той же виртуальной реальности, ее создать можно. Есть куча дизайнеров, тот же аватар, это тоже виртуальная реальность. Взаимодействовать с этим аватаром, как-то им управлять, это уже специальные механизмы, которые создаются технологии и устройства. Вот это отдельный мир, который существует в профессиональной среде, который разрабатывается. А, кстати, аватар все-таки, да, это уже не фантастика, а это фантастика рядом с реальностью, что называется, рядом с жизнью, да? Я думаю, да, что мир так быстро развивается в последнее время, что скоро мы сможем управлять собственными аватарами. Аватар-то это термин, который привнесен из виртуальной реальности, из виртуальных окружений. То есть это некий объект, который копирует живого человека. Например, мы создаем устройство, управляем виртуальным миром. И один из вариантов, если это устройство управляет и находится в виртуальном мире, мы просто делаем его копию. У нас есть такое устройство, 3D-поинтер. То есть в реальном мире это такая указочка, а в виртуальном мире это просто его копия. И оно повторяет все наши движения и пересекает лучом, например, любые объекты в этом виртуальном мире. Мы можем летать над островом, можем летать над землей, можем летать в космосе, где угодно. А управление осуществляется просто вот этим устройством, копия которого транслируется в этот виртуальный мир. Но при этом мы можем летать над землей в космосе, в реальных, да, что называется, в плоскостях, в реальных. Это будет над реальной землей. Над реальной, ну, над копией земли. То есть мы строим этот мир. Мы построим мир, который обладает теми же законами, как и реальный мир. То есть если мы бросаем шарик, он падает со скоростью, которая подняется законом Ньютона. Если, например, у нас движется какая-то машина по песку или там танк, он попадает в воронку, он не может выбраться, потому что сила трения, ну, не позволяет ему. Если мы управляем луноходом по поверхности реконструированной лунной, то он движется с учетом закона физики. То есть он объезжает препятствия, он может попасть в кратер и не выехать из него. Что было, кстати, в нашем виртуальном как раз мире, который мы сделали для одного из заказчиков. Ну, вы расскажете нам поподробнее, да? Ну, если это интересно, это можно и посмотреть. Ну, посмотреть, к сожалению, мы не сможем. Ну, слушатели могут зайти и скачать, посмотреть. Это все реализовано, это все, в принципе, в открытом доступе. Это здорово, это здорово. Так, значит, ну, более-менее разобрались, да, что такое виртуальная реальность. Это было несколько проще, да, что такое дополненная реальность. Да. Теперь понятно, более-менее. Кстати, если опять вспоминать какие-то произведения художественные, ну, имеются кинофильмы, фантастикой, несколько лет назад, то там были элементы, да? Я вот сейчас вспоминаю элементы дополненной реальности, что-то с фильмами, со Шварценеггером что-то такое, я уже не помню название его, но? Ну, тот же терминатор, это в чистом виде дополненная реальность, когда на очках а-ля Google Glasses появляется информация, а подходит одежда господина Шварценеггера. То есть, это то, что, в принципе, сейчас будет реализовано, скорее всего, но, ну, не знаю, на самом деле, Google Glasses — это не тот вариант дополненной реальности, к которому мы привыкли. И она может быть развиваться в разных областях, с гаджетами, со смартфонами. — А привыкли мы, я прошу прощения, у меня привычки такой нет пока? — Да, появится, то есть, согласно аналитикам, у вас в ближайшее время она должна появиться, иначе вы попадёте в процент минимальный, у кого она никак не проявится. — То есть, я отстану от жизни просто, другим? — Да, вы попадёте в 20% тех людей, которые не будут пользоваться, созреют до дополненной реальности. На самом деле, дополненная реальность — это вещь, которая, технология, которая существует давно, то есть, ей уже больше 20 с лишним лет. Просто в своё время, так же, как виртуальная реальность, она была доступна не всем. — Я предположу, это в военных целях, прежде всего, создавалось. — Естественно, военные. И второе направление — это автомобильная промышленность. То есть, крупные концерны, которым необходимо сэкономить не моделируя что-либо, а моделируя в реальном мире, а моделируя в виртуальном мире. — Так гораздо дешевле. — Существенно дешевле и существенно качественно, потому что вы учтёте все эффекты возможные, которые возникнут потом неожиданно, и вы поймёте, что деньги ушли просто впустую. Так что это такое направление, которое сейчас активно развивается, в том числе, хотя та же доп. реальность в последние годы — это всё-таки больше реклама, маркетинг и игры. — Ну, конечно. То есть, опять-таки, то, что визуализируется. — Да, да, да. Этим можно управлять. Ну, то есть, ещё одно направление — это outdoor reality. То есть, та же дополненная, когда вы идёте по городу, в основном по европейскому, вы можете совершенно спокойно, наведя свой гаджет или смартфон на объект, посмотреть, какие там кафе, какие у них рейтинги, и почитать отзывы. То есть, это определение ваших координат, вы смотрите на объект, и тут же можете сами напечатать, посетив его свой отзыв. — Это тоже дополненная реальность? — Это тоже, в принципе, дополненная реальность. Одно из... Ну, то есть, есть один из подклассов дополненной реальности. — То есть, ещё несколько подклассов. — Конечно. — Здорово. Сейчас об этом обязательно поподробнее. Но у нас сейчас перерыв, мы послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Сергей Матвеев, директор компании «Элига Вижн». И мы обсуждаем с вами виртуальную и дополненную реальность. Ну и самое главное, как на этом можно делать бизнес, делать деньги. — Напомню я ещё раз. Телефон студии 6510996, код Москвы495. Сайт компании «Финам.ФМ». Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните, пишите, задавайте вопросы. — Ну что ж, Серёж, давайте вернёмся к нашему разговору. Итак, кем прежде всего востребована сегодня вот эта история? — Если говорить о ваших клиентах, может быть, правильно я их называю? — Ну, наверное, да. Клиенты, заказчики. — Заказчики, да. — Те, кто хотят удивить своих конкурентов и весь мир. — А, кстати, мотивация именно такая, да? Я хочу удивить. — Сейчас, да. Сейчас мотивация. И последние, там, скажем, пять лет, когда это активно начало у нас быть востребовано, мотивация была «хочу удивить» и выделиться на фоне всех остальных. — Причём на разных уровнях. Это и внутренние выставки, и промо-акции, и международные. Но международных, кстати, гораздо больше. — Вот. То есть фактически это реклама, маркетинг, продвижение товаров — это то, где сейчас рынок виртуальной реальности наиболее насыщенный. — И дополненной реальности, извиняюсь. — А в ближайшее время, по прогнозам, это будет уходить в образование, в промышленность, военные технологии. Хотя там это уже активно используется, но это будет как-то так на более высоком уровне. — Поэтому, в принципе, тема довольно, рынков довольно интересная, она довольно всеохватывающая получается. И, соответственно, набрав опыт на рекламе, маркетинге, мы просто создали свои инструменты и свой подход к технологическим решениям. То есть мы компания не просто, которая создает какие-то приложения в дополненной или виртуальной реальности. Мы компания, которая разрабатывает собственные технологические решения. И поэтому у нас есть такие ноу-хау, которые позволяют нам быть... — Ну, ноу-хау всегда — это вещь, наверное, такая секретная. Можно мы озвучим что-нибудь в качестве примера? — Ну, в качестве примера у нас собственность технология распознавания маркерная, например. — Это что значит? — Это значит, что у вас есть специальный элемент, который можно печатать в журнале, на открытке, на костере, где угодно. И, соответственно, скачав программу или зайдя на App Store или на Google Play, что-то скачав, наведя на него, получить какую-то информацию. Например, если это может быть и без маркерной технологии, которая у нас также развита, страница журнала может превратиться просто в видео какое-то. Это может быть модель, которая оттуда встанет, что-то вам расскажет. — Со страницей журнала? — Со страницей журнала, да. Или это реклама машины. — Это, опять же, рекламная тема. Она может просто вырасти из этой картинки и просто сделать пару кругов по столу и вернуться обратно. То есть такие вещи делают... — Ну, это фантастика. — Ну, это фантастика уже существует, наверное, лет пять-шесть. Дальше можно этим всем управляться. — Отстали мы от жизни, отстали, да. — То есть это самые простые применения, которые существуют уже на рынке и довольно давно и востребованы. Давно это значит, что в нашем понимании год-два это уже очень давно, потому что через полгода мы уже будем иметь что-то интересное, к чему надо будет привыкать. — Образование — это та тема, которая сейчас очень интересная, и мы эту тему тоже начинаем потихонечку охватывать, потому что у нас своя концепция подхода к образованию. Когда люди приходят и говорят, давайте заменим учебники на новые смартфоны, гаджеты, там еще на что-то, мы говорим, что это неправильный подход совершенно, в принципе, потому что даже те же кубики в дошкольников, они позволяют ребенку... — Ну, конечно. — ...маторика и развитие головного мозга, появление бинокулярного стереозрения, потому что без этого не получено ничего, ставя кубик на природные места. Мы говорим, что мы можем дополнить все это. — То есть мы оставляем кубик? — Мы оставляем книгу, кубик, учебник, все остается, но, имея дополнительное устройство, вы можете просто оживить тот же физический эксперимент в этой книжке. Посмотрите на эту молекулярную структуру, сложную формулу, покрутить ее и рассмотреть ее, убрать элементы, посмотреть, что произойдет, подвести к атому водорода азот, посмотреть, как они взаимодействуют. То есть, в принципе, это можно делать с тем же учебником, просто наведя на него свой айфон или айпэд. — Ну, то есть сохраняются его изначальные архаичные свойства, и плюс еще дополненная реальность. — Да, надо чувствовать книгу, надо читать, но при этом, если вы хотите... — А конфликт интересов здесь не наблюдается? Вот ваше предложение такое, на мой взгляд, гораздо более резонное, и те, кто революционеры, говорят, давайте все уберем и заново все. — Конфликт интересов, ну, у нас очень сложная структура, надо пройти семь кругов ада, наверное, чтобы добраться до тех, кто принимает решения. — Мы просто потихоньку начинаем эту работу делать. То есть у нас есть некие технологические решения, которые позволяют работать с детскими игрушками. Потому что, опять же, возвращаемся к той теме, помните, был такой термин «детик, родившийся на клавиатуре». — Так. — То есть люди, которые, вот не отношусь к поколению, которые компьютер увидел уже в зрелом возрасте. — В зрелом возрасте, да. То есть мы умеем писать, что называется, опять... — Ну, для меня это профессионально. — Да. — Держа в руках авторучку или карандаш, да? — Да. Часто я просто некоторые вещи делаю на бумаге, потому что мне более комфортно это делать. — Да, согласен. — Те люди, которые родились в то время, когда компьютеры уже вошли плотно в нашу жизнь... — Повседневную, да. — Повседневную, да. Они уже проще работают сразу напрямую с текстом на экране. Это для них совершенно привычно. То есть это поколение тех людей, которые родились, как говорят, на клавиатуре. Для них то, что этого не было у нас, для них это нонсенс. То же самое сейчас происходит с новыми поколениями гаджетов или смартфонов, или всего этого. Потому что это все в одном. Если раньше я шел в библиотеку или куда-то там в специальный патентный отдел, чтобы посмотреть, что там происходит в мире, то сейчас мне достаточно набрать правильно сформулированный запрос и все. И это у меня уже лежит прямо по дороге на работу. Я могу это прочитать фактически. Поэтому новое поколение и совершенно новые подходы ко всему тому, что происходит. И поэтому моя цель в образовании, как я еще раз говорю, по этой концепции, это сохранить то архаичное, что у нас было, потому что без этого никуда. И просто дополнить. Потом, может быть, что-то изменится, я не знаю, но мы уже будем не те люди, которые сейчас. Ну, очевидно. Ну, даже вот то, о чем вы заговорили, да, о поколении, родившем в конкуляторе, для них, ну, я не знаю, знакомство с книгой, физической книгой или с теми же кубиками, это действительно какой-то возврат, я не знаю, там, в каменный век, вот именно. И немногие, я так представляю, немногие могут найти это понимание. Но достаточное количество людей, которые это все умеют, да, но гораздо меньше, чем было, когда не было такого доступа к информации и таких устройств, которыми пользуются. То есть, когда ребенок полутора лет берет услуга гаджет или айфон в руки и начинает листать, потом, это естественные движения, которые просто запрограммированы. У них это происходит как будто оно так всегда и было. То есть, это просто вызывает умиление и, соответственно, когда мы что-то разрабатываем для детей, делаем для детей, мы просто даем тестовую версию, смотрим на их реакцию, как они этим пытаются управлять, что они там делают, а потом уже дорабатываем под то, как они с этим будут работать, чтобы было естественное движение, естественная реакция, естественный способ посмотреть, что там внутри. Здорово, здорово. Да, возможность посмотреть, что там внутри, да, заложено с детских лет. Ну да, не ломая машинку, посмотреть, как устроен двигатель, запустить и что-то сделать. Здорово. Немножко осталось у нас время, тем не менее, давайте начнем. Еще один вопрос меня очень интересует. Мы говорим о повседневной жизни, да, то есть, естественно, применение в каких-то высоких технологических отраслях, ну, в частности, образование уже ближе к повседневной жизни. А еще какие примеры можно именно вот из повседневной жизни озвучить применение дополной, виртуальной, дополной реальности? Ну, сейчас, наверное, так много примеров будет, которые уже реализованы, но вот можно, наверное, привести такой пример, когда я открываю капот своей машины, это делаю редко, я даже не знаю, где там что находится. Сережа, я прошу прощения, интересный пример, но мы прервемся, у нас рубрика, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем виртуальную и дополненную реальность. В гостях у меня Сергей Матвеев, директор компании «Элига Вижн». Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Итак, продолжим, Сергей, наш эфир и замечательный пример, ну, и даже и за эфиром вы мне очень много интересного рассказали. Итак, с автомобилем. Да, с автомобилем. Ну, примеры в повседневной жизни используют дополненные реальности. Самое простое, что приходит в голову, вот, открывая капот своей машины, я не могу некоторые элементы ее найти, в принципе. Поэтому на Западе уже давно используется такая подсказка, когда вы наводите iPad на открытый капот, вы можете увидеть, нажав нужную необходимую комбинацию клавиш, все элементы и даже подсказку, как что-то открутить или как что-то заменить. То есть это довольно удобная штука и вещь, так скажем. И на самом деле она удобна не только для повседневной жизни, но, например, такие запросы были, например, от Министерства обороны. Потому что приходят люди на год службы, и их надо быстро научить, как отремонтировать, что находится внутри вот этой сложной техники военной. Поэтому, так скажем, тренинги нужно проводить непосредственно с помощью, ну, то есть человек, взяв люди, которые сейчас служат, они уже родились-то не только на клавиатуре, но и на современных компьютерах. То есть для них это естественно. Они берут, смотрят и многие просто даже наводят. Вот последний пример из нашей жизни, это МАКС, который был в Жуковском, когда мы для объединенной двигательной корпорации, для Сатурна делали такой сканер двигателя авиационного. Когда с помощью iPad'а могли просто просканировать двигатель, видеть его внутреннюю начинку, выбрать нужный элемент, посмотреть его детально, нужно разобрать его на элементы и посмотреть всю структуру этого двигателя, которую разрешено посмотреть. То есть вот такие вещи, они уже могут использоваться. Расстановка мебели или посмотреть интерьер квартиры с помощью гаджетов тоже. Давайте опять, вот, если мы говорим о повседневной жизни, меня заинтересовал, естественно, этот пример с автомобилем. Мне, для того, чтобы воспользоваться этой технологией, что нужно? Какое-то приложение на iPad'а установить? Да, это та же самая процедура, вы ничего не установите, если не зайдете на App Store. То есть то же самое. То есть я скачиваю просто, да? На App Store, да, скачивать это приложение, оно у вас работает на определенный тип автомобиля, если оно заложено производителем для этого автомобиля. То есть вот такое направление. Здесь еще, да, с одной стороны, да, это надо скачать, а с другой стороны, не каждый автомобиль еще, да? Да, естественно, это должно быть привязано к конкретному устройству, и, соответственно, оно должно... Ну, из плюсов то, что если у вас что-то поменялось, то, соответственно, приходит просьба сделать изменения, загрузить новое, и, соответственно, у вас все работает уже в новом варианте. Здорово. Так все в сети, поэтому все просто. Здорово. Ну, действительно, очень похоже на фантастику, ну, для меня, по крайней мере, хотя, видите, Сергей неоднократно повторял сегодня в течение эфира, что это уже действительно реальность. Это реальность. Более того, кто, да, сейчас с дополненной реальностью не дружит, будет через некоторое время чувствовать себя таким... Да. ...снежным человеком. Да, да, потому что, когда мы готовили документы для Осколкова, мы провели такой анализ, что происходит в мире, и на основании, в основном, западных аналитических агентств, вот, их анализа, пришли к выводу, что мы находимся в каком-то там хорошем потоке, потому как, например... Мы, то есть, Россия. Ну, наша компания, в данном случае, да. Потому что, например, аналитики Гартнерс считают, что технология дополненной реальности станет доминировать на рынке IT-устройств. В 2016 году составит порядка 40% проникновения доп. реальности, а к 2021 году 80%. То есть, фактически, 8 из 10 приложений будет использовать камеру и элементы доп. реальности для того, чтобы функционировать. То есть, это будет такой повседневной частью нашей жизни. Придется привыкать. Не хочешь, заставим, да? Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Выбора не будет, конечно. Ну, и, соответственно, рынок растет каждый год с 10-го года на порядок. То есть, фактически, это рынок, который сейчас очень сильно развивается, несмотря на то, что в России был такой небольшой провал, почти годовой. Ну, это было, по-моему, по всему IT-сектору нашему. Ну, конечно. И не только IT-сектор. Ну, да. Приходится признать. Все почувствовали. Очень интересный пример. Давайте еще, если это не секрет, расскажите нам о ваших партнерах, клиентах, заказчиках. Какие-нибудь яркие примеры, вот, ну, про Макс вы бы, да, рассказали уже, как это выглядит? Да, мы с Максом как-то с 9-го года уже очень хорошо дружим со всеми авиасалонами. И одно из наших самых интересных приложений, которое мы делали, оно относится к разряду даже не просто презентации, а это так называемые serious games. То есть, это серьезные игры, которые позволяют моделировать, симулировать какие-то ситуации. В данном случае мы просто построили виртуальный остров, довольно 50 квадратных километров. И обитаемый остров? Обитаемый. То есть, у нас там есть город, у нас там есть атомная станция, свой Москва-Сити, назовем так его, свой аэропорт, свой порт, все, железная дорога, и там движутся машины, над нами летают спутники, которые, ну, это глонассовские спутники. Ну, так я понимаю, задача была все по максимуму на этом острове, да, чтобы все было? Он растет, он растет с 9-го года, он растет каждый год, там, или каждые полгода, там что-то появляется интересное, новое. Там мониторится леса, значит, мониторится, значит, у нас там есть вулкан, гора, которая мониторится. Атомная электростанция и вулкан рядом. Атомная станция, нет, ну, у нас остров небольшой, он такой универсальный, да, остров. У нас даже есть плотина на этом острове, ну, такой виртуальный остров. И, в принципе, мы можем поместить этот остров в любую точку земного шара, и так как позиции спутников мы считаем через альманах, это их восхождение, то мы знаем, что в данный момент происходит в этой точке Земли, то есть кто над нами, фактически, какие спутники, и получаем, фактически моделируем ситуацию мониторинга объектов, на которых установлены виртуальные приемники, GLONASS и GPS. Вот такая вот интересная игрушка, которая позволяет показать различные применения GLONASS, от социальных до любых, абсолютно. Здорово, здорово. Я предположу, да, ну, я со своей точки зрения, поскольку для меня это, естественно, темный лес, это для меня, еще раз говорю, на грани фантастики все, я предположу, что ваши сотрудники, да, и вы в частности, наверняка люди, обладающие какими-то глубокими познаниями, легко ли сотрудников, да, легко ли, так сказать, людей, которые понимают тебя набирать именно вот в эту отрасль, как в компанию вашу, в частности? Ну, мы начали работать здесь в России в шестом году, в начале шестого года, и, честно говоря, люди, которые ко мне пришли, это были студенты, в основном, Мехмата МГУ, их пришлось очень серьезно учить, реально серьезно учить. То есть недостаточно было, да? Недостаточно было знаний, да, опыта, и, ну, где-то пара-тройка месяцев. А изначально, я так понимаю, что вы в Россию откуда-то приехали, да? Да, я вернулся из Германии, где я работал в одном из первых центров виртуальной реальности под Боном в Санто-Августине, и там мы как раз занимались вот этими устройствами взаимодействия с виртуальной реальностью, то есть у нас там научная работа, патенты. Ну, Фронгофер — это такая сеть институтов applied, которые прикладные исследования делают, которые очень хорошо развита цепочка от разработки до внедрения, то есть трансфер технологий. Поэтому тут пять лет во Фронгофере они дали хорошую школу, понимание, как все это нужно внедрять. Я предположу, что здесь цепочки не совсем хорошо работают в России. Цепочки, но внутри одной компании это работает достаточно хорошо, потому что каждый наш проект — это, в принципе, некая разработка, которую мы можем себе позволить сделать и либо закрыть, либо запатентовать, либо, ну, закрыть, имеется вот ноу-хау. Некоторые вещи, в принципе, нельзя патентовать, потому что это сразу все раскроет. Вот. Например, наш 3D-поинтер, до сих пор многие не знают, почему он работает. Вот. Поэтому было тяжело на первом этапе, но ребята довольно хорошо вошли во вкус, потому что технология новая, и до сих пор, когда некоторые люди, которые уже имеют опыт работы с приложениями на iOS, когда видят наши примеры, спрашивают, как вы это делаете. То есть, ну, на самом деле, быстро войти сейчас уже можно в эту технологию. А с другой стороны, что меня очень сильно порадовало, что в 2009-2010 году, когда к нам начали приходить новые сотрудники с ВМК, МГУ, я уже понял, что они достаточно квалифицированы. То есть, они уже знают все практически технологические навыки. То есть, их в МГУ этому научили? Да. Именно. То, что сейчас в МГУ, например, МГУ, в Бауманке, их уже достаточно высокий уровень образования, и мы с ними уже можем говорить сразу на одном языке. То есть, когда обсуждаем. То есть, переучивать или подучивать их уже не надо? Да. Фактически на второй-третий день, в течение недели, они включаются в работу по полной программе. А много сотрудников? Ну, у нас разные времена. Опять, та же самая немецкая система. То есть, большинство компаний, которые являются спин-оффами от фронгофера, это компании, где, условно говоря, 5-6 человек. А остальные набираются на проекты. У нас численность колеблется от 10 до 17 человек. Это постоянные сотрудники, да? И помимо этого вы привлекаете? Да, это постоянные. Кроме 10-17, в зависимости от периодов, когда нам необходимо несколько проектов серьезных вести, длительных, тогда необходимо набирать в штат людей. Вот. Или какие-нибудь R&D, research and development проекты. По-русски это не окры. Не окры? Не окры. Научные, сельские и конструкторские разработки, да. Вот. В принципе, если возникают серьезные проекты, мы имеем команду фрилансеров, которые, или компаний, которые могут для нас сделать определенный вид работы. Опять тот же принцип. Ну, и потом наверняка со многими вы уже знакомы и имели опыт, да, каких-то проектов уже до этого. Проверенные, так скажем. Проверенные, пристреленные. В принципе, вот хорошо. То, что меня порадовало, в России уже есть такой достаточно хороший уровень образования, который позволяет нам набирать людей сразу. Ну, а в целом, если мы говорим вот о тренде, мировом тренде, Россия в нем сейчас, она пытается в него, или она, может быть, там, в авангарде? По некоторым работам, ну, вот, некоторые работы я просто начал еще в Германии, да, мы имеем некое преимущество до сих пор еще. Большинство российских компаний все-таки используют лицензионный софт, который покупает у разработчиков. То есть мы, вы имеете эту компанию вашу, имеете преимущество потому, что начали в Германии, да, большинство? Ну, нет, не поэтому. Просто мы изначально поставили себе цель некоторые, многие вещи делать самим. То есть мы не покупали лицензию чужой софт для того, чтобы делать прикладные задачи здесь, решать приложение. А мы просто разработали собственную среду программирования, и мы знаем ее изнутри, и можем модернизировать, оптимизировать ее, коды. А почему такая позиция именно? Ну, наверное, с точки зрения издержек, да, проще купить что-то готовое уже, там, каким-то его транспонировать под конкретный проект, и вот готово на гора. Ну, есть несколько моментов. Первый, например, самый простой пример с теми же кубиками, которые мы можем оживить. Стандартный софт, который можно купить, он позволяет распознать... Это то, что называется коробочный продукт, да? Нет, 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 это не другое, да. Это детская образовательная игрушка, да, с моторикой связанная. То есть для того, чтобы распознавать элементы, картинки, нам необходимо было написать собственные алгоритмы. Если бы мы использовали продукт, который мы купили бы там у Митая, мы бы этого не смогли сделать никогда. Почему? Потому что у нас нет доступа к коду. Это библиотека, в которой мы можем пользоваться. Все. То есть вот на самом деле, имея собственную разработку, вы имеете большую свободу в выборе различных способов. Ну, очевидно, что собственная разработка дороже обходится, да? Ну, на начальном этапе, как минимум. На начальном этапе, да, да, естественно. Но это было сделано силами моих студентов в то время, еще в шестом году, большая часть этой работы. Сейчас мы просто дорабатываем и с появлением новых алгоритмов или с созданием собственных алгоритмов, просто включаем их туда. Все вот. То есть это наша собственная, которая уже по уровню достаточно серьезной работы, которая позволяет делать проекты типа острова Глонаса. То есть это серьезнейший проект. Можно говорить, одно из ваших основных конкурентных преимуществ, правильно, да? Ну, на данном этапе, да. То есть мы очень быстро можем среагировать на рынок, на тенденции рынка и, например, предоставить некие услуги, которые наши конкуренты здесь сразу сделать не могут. Им надо обратиться к фирме, которую они покупали. Сережа, еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ. Потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. К сожалению, времени не так много у нас осталось. А тема, конечно, очень интересная. Мы сегодня обсуждаем виртуальную, дополненную реальность. В гостях у меня Сергей Матвеев, директор компании «Элига Вижн». Ну и на всякий случай телефон в студии 6510-996, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Сереж, коробочный продукт. Вот я произнес уже, где-то я прочел, честно говоря, не совсем понятно, о чем идет речь. Это ведь ваша разработка тоже. Да, мы его анонсировали на прошлом форуме Autodesk, партнерами которого мы являемся технологическими. На самом деле это некая среда, или, так скажем, некая программа, в которой вы сами можете создать дополненную реальность. То есть аналог этого PowerPoint-презентации. Вы заходите в некую программу и фактически создаете собственную PowerPoint-презентацию, собственные слайды, которые вы можете показывать. Когда мы сделали большое количество коммерческих проектов, мы поняли, что нам нужен некий инструментарий для того, чтобы быстро их прототипировать, то есть создавать. То есть большинство проектов, они похожи. А создавать их с нуля и программировать каждый раз, это лишняя работа, которая перво удорожает все это, наше производство, и делает его довольно долгим. Поэтому мы решили, что нам необходимо создать некую среду графическую, где просто человек, который является либо дизайнером, либо просто домохозяйкой, может, имея собственную модель, собственную картинку, просто все это дело оживить. Ну, взять журнал и поместить там что-то интересное. Кстати, либо дизайнером, либо домохозяйкой. Ну, дизайнер человек продвинутый, да. Дизайнер создает свои модели. И любой школьник, например, может создать какую-то свою модель, освоив тот же 3D Max, Maya или Blender бесплатный. Ну, сначала он может его освоить, да? Да, да, естественно. Это не за облачные высоты. Это не за облачные высоты. И, соответственно, некоторые презентации, которые мы на них тратили где-то порядка месяца, сейчас они делаются за неделю, например, с этим условием. А когда это было создано для внутренних нужд, с нашим опытом того, что мы уже до этого имели, мы поняли, что, в принципе, это некий коммерческий продукт, который может быть востребован на рынке. И, соответственно, после анонса, сейчас в доступе trial version, который можно использовать в определенном периоде, и, соответственно, этот продукт уже в стандартном варианте можно приобретать и использовать. Ну, и в результате, вот я все-таки представить, да, то есть, там, ну, обычная презентация, да, которую я раньше использовал, да, для демонстрации там каких-то своих рассказов, да, я показывал слайды, то в данном случае эта презентация может уже в формате дополненной реальции, да? Как вариант, да. Такие вещи мы делаем, и здесь разный подход, может быть, если это презентация уровня государственного, то ставится, естественно, соответствующее оборудование, соответствующие камеры, этот сигнал идет на принимающей стороне, они уже это выдают на экран. А самый простой вариант, это просто обычная камера, которую берете с собой, как мы там едем на конференцию куда-нибудь в Лондон, берем с собой камеру, и вы видите, что у меня в руках происходит что-то интересное там. Если я поставлю более серьезную камеру, вы будете видеть у меня на сцене, а в руках у меня будет что-то интересное, того, чего нет. Вот такие примеры есть, и мы с этим работаем, это еще одна наша разработка, называется AR Studio, Augmented Reality Studio, где используются несколько типов камер, в том числе HD-камеры, которые позволяют выдавать сервизионную картинку. Здорово. Фактически человек стоит на сцене, а в руках у него дом, например, или какой-нибудь локомотив, или что-то еще интересное. Ну вот последнее, что мы показывали в подобной технологии, это буквально на прошлой неделе, это был Digital October, представление инвестиционного проекта по строительству развязок трассы Москва-Санкт-Петербург. То есть в руках у докладчика были развязки с показом того, как там проходят машины, производятся оплаты и так далее. Это можно было со всех сторон рассмотреть и отправить на карту, показать, где они находятся таким движением легкими руки, где находятся эти... А в руках, в буквальном смысле в руках, да? В руках держится альбом, а на экране мы видим этого же человека, а в руках у него, то есть реальный человек стоит в стороне на сцене, мы его видим. С альбомом он стоит. С альбомом, ну с меточкой, там с какой-нибудь папочкой, еще что-то такое. И на экране мы видим этого же человека, но на руке у него вот эта самая развязка. Здорово. Здорово. Ну, я предположу, что, собственно, заказчиков у вас достаточное количество. Успеваете вы, да, со всеми работать? Сколько, в принципе, вы можете, там, я не знаю, одновременно, параллельно заказов исполнять? Ну, на самом деле, когда есть эксперты в этой области, я имею в виду дизайнеров, программистов, то каждый из них может ввести собственный заказ, то есть собственное направление. Ну, два-три, не больше, естественно. Причем они разного уровня. Два-три, один человек, да? Нет, 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 в компании, да. При этом мы должны будем нанимать людей, которые будут помогать с моделированием, с позиционированием и так далее, то есть тех, с кем мы раньше работали. Как правило, если серьезный заказ, то это должен быть один, потому что, например, тот же остров Глонасс, это полное погружение в тему. Почему мы достаточно хорошо знаем эту тему и можем объяснять заказчикам того же российских космических систем или производителей этих самых систем, чем он отличается от того же GPS. То есть фактически объяснить всю... А заказчик иногда этого, да, не знает, не понимает? Ну, учитывая, что заказчик иногда отходит от сендов, а первое время мы, например, ездили на все авиасалоны, и к нам приходили люди, которые собирались узнать что-то, ну, соответственно, мои сотрудники там спокойно могли объяснить. Потом выяснялось, что все очень даже хорошо. А, кстати, на тех же авиасалонах вы встречаетесь, надвигаясь со своими иностранными, я не знаю, там, партнерами, конкурентами, бывает такое? Или вы в одиночестве в городе? Ну, что-то я не помню. Один раз в Лебурже мы видели французскую фирму, значит, но у них там было просто конструирование без интерактивов. То есть наше основное преимущество или как там основная черта, это даже не 3D, то есть вы одеваете очки или безочковое 3D. Это то, что мы делаем реал-тайм, то есть все в реальном времени можно покрутить или там разобрать или что-то сделать. И это интерактив, то есть вы с этим можете взаимодействовать. То есть мы вам даем возможность все это трогать руками, трогать в кавычках, естественно. Вот. А то, что показывали наши французские конкуренты, то это просто модель к помощи мышки, которую они могли показывать в трехмерном формате. Ну, в этом смысле можно сказать, что они несколько отстают все-таки, да? Нет, нет, это разные задачи. Задачи разные. Они делают вещи для конструирования, мы делаем больше вещи для того, чтобы показать, как эта система используется. И, в принципе, с 2009 года вот наше, так скажем, решение, оно уже побывало на всех авиасалонах, наверное, в мире. То есть мы в Антарктиде не были, в Африке, по-моему, только с этим решением. А все остальные континенты уже были посещены. И еще есть преимущество. То есть мы строим некий мир, который, он достраивается. То есть если вот сняли видеоролик, его надо переснять. А здесь мы просто, ну, надо построить аэропорт. Мы построили аэропорт. Нужно запустить самолет. Вот они взлетают, садятся. У нас даже есть такой интересный режим сделать для себя. Это такой бонус. Мы поставили вертолет, в котором можно взлететь и летать над своим островом. Смотри, что там происходит. И там же течет жизнь. Она, кстати, течет жизнь и в момент, когда мы этого не видим? Да, да. Мы запускаем. Как только мы запустили, поехали машины, заключили светофоры, поехали автобусы, поехала, значит, машина со спецгрузом и так далее, так далее. Взлетают, садятся самолеты. А потом мы это все дело выключили в один момент, а жизнь там продолжается? Ну, в том, наверное, не знаю. На самом деле, естественно, нет. Она стартует в тот момент, когда... Когда включается. Да, естественно. А так было бы еще интереснее. Ну, можно просто не выключать компьютер. Хорошо. Осталось не так много времени, к сожалению, все-таки, Сергей, да? И если можно, давайте еще раз для наших слушателей, для меня, в том числе, расскажите о ближайших, что ли, я не знаю, перспективах, вот с точки зрения внедрения виртуальной дополненной реальности. Что ждет человечество в ближайшее время? В ближайшее или в среднесрочной перспективе? Ну, для нас важнее среднесрочная перспектива с вами, да, я думаю. То есть, что я уже говорил, да, что у нас будет проникновение 80%, поэтому каждый, хочет он этого и не хочет, будет использовать каким-то образом дополнительную реальную свою повседневную жизнь. Кстати, по поводу не хочет, вот захотелось все-таки услышать от вас, вот если кто-то не хочет, кто-то, есть такие люди, которые сопротивляются, да, наступлению технологического прогресса, можно как-то спрятаться от этой виртуальной дополнительной? Да, естественно, вам не нужен тогда, вам нужен старый телефон, у которого нет камеры, да, у которого нет этих функций, которые не связаны с сетью, все так, в этом случае вы спрятаетесь основательно. Естественно, никаких компьютеров, никаких планшетов, ничего, ничего, живем в первообытном веке. Ну, потому что, на самом деле, простой пример, когда мы, опять же, с тем же, сколько общались, некоторые вещи мы делаем в инфракрасном диапазоне, чтобы не мешать нашему восприятию, и один из моментов, которые мы обсуждали, это возможность использования инфракрасной камеры в смартфонах. Нам один эксперт написал, что никто из производителей не будет включать эту инфракрасную камеру в смартфон. И вот буквально там пару недель назад выяснилось, что сделано насадку к смартфону, который позволяет как раз с помощью инфракрасной камеры получать информацию о глубине. Кстати, почему производители, ну, если, я так понимаю, хорошо об этом рассказать, почему производители отказываются? Никто с ними об этом не говорил, это просто мнение эксперта, просто эксперты бывают разные. Да, да, да. Более и менее квалифицированные. Да. Хорошо. Ну и все-таки, еще раз давайте, итак, в ближайшей, в среднесрочной перспективе, да, нас ждет проникновение, да, порядка 80%. Да, именно так, но это будет к 21-му году, а в ближайшее время это будет потихонечку, мы к этому будем привыкать, я так думаю, и некоторые программы, которые мы будем запускать, они будут по умолчанию использовать эту возможность, а будете вы ей пользоваться или нет. Тоже вариант, да, я могу воспользоваться, могу этого делать. Естественно, да, естественно, это будет как дополнительное, то же самое, что наша концепция с образованием, то есть оно есть, если вы хотите, вы используете, оно вам поможет, не хотите, не надо. Ну, и вы как профессионал все-таки рекомендуете, я так понимаю, да, этими опциями пользоваться? Почему бы нет, потому что это так же, как использование телевизора, иногда включаешь кнопку и смотришь, можешь не смотреть. И иногда с интересом даже, да. Да, иногда некоторые вещи интересны, да. Спасибо. Спасибо огромное. Сергей Матвеев, директ-компания Elegavision, был сегодня в студии бизнес-класса, мы говорили о виртуальной и дополненной реальности. Сергей, спасибо за то, что вы нашли время нас посетить, уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания. Спасибо вам, до свидания.